Здравствуйте! Вы смотрите новости на Новой Одессе в студии Антон Равицкий. Сейчас коротко о главных событиях выпуска. В Одессе открылось уникальное хранилище биоматериалов. Здесь будут храниться бак-препараты для вакцинации населения города. В городе продолжают уничтожать бездомных животных. Это все делается с особой жестокостью, фотографируется, еще выставляется, обсуждается. Итоги вступительной кампании 2013. Какие вузы – лидеры интереса студентов? Проблем у нас с абитуриентами не было, нет, и я надеюсь, никогда не будет. Далее в выпуске об этих и других событиях. Пока русская таможня целыми днями не может справиться с украинским импортом, одесские таможенники проверяют круизные лайнеры за полчаса. Десятки лайнеров, которые заходят в Одесский порт, тратят на административные проверки минимум времени. Кого и как досматривают, узнавала наша съемочная группа. Пассажирское судно «Адриана» зашло в Одессу уже девятый раз за это лето. Еще в прошлом году лайнер бороздил просторы Атлантики, а с нынешнего работает на Крымско-Кавказской круизной линии. Одесса, Севастополь, Новороссийск, Сочи, Феодосия, Ялта, Одесса. Те, кто из пассажиров сходят на берег, обязательно проходят таможенный контроль. Прежде всего в этом списке изучаются и анализируются граждане, которые перемещаются из стран повышенного риска, где очень много производится наркотических веществ. Это из стран Южной Америки, Колумбии, это из стран Африки, это также из европейских стран Нидерланды в частности. На борту «Адрианы» в основном граждане Украины и России. В среднем контроль всех пассажиров, которые проходят возле трапа, занимает не более получаса. Это связано в первую очередь с упрощением системы контроля. Например, установлен четкий перечень вещей, которые декларировать не обязательно. А также сократился список нарушений. Когда судно стало на линию, конечно, возникали свои некоторые нюансы по оформлению Украины и России. Требования разные, и поэтому первоначальная документация и комиссия проводилась больше по времени. Проблем с пассажирскими лайнерами, как правило, не возникает. В этом году таможня в Одесском порту оформила уже 24 лайнера. А до конца года планируется, что Одессу посетят еще 54 судна. Валерия Наумова, Олег Шпак, Новая Одесса. Городской склад для хранения вакцин, аналогов которому нет в Украине, торжественно открыли на улице Фонтанская 3, дробь 5. Теперь потребность в хранении иммунобиологических препаратов полностью обеспечена. А значит, одесситы своевременно смогут получить необходимый им препарат, способный гарантировать защиту от различных инфекционных заболеваний. Подробнее в сюжете Екатерины Лапицкой. Оборудование европейского производства, высокий уровень безопасности, пожарная и охранная сигнализация, а также автономный источник питания. Хранилище соответствует самым строгим требованиям. Новый современный склад, который действительно аналога на Украине нет. Здесь установлены две новые морозильные камеры. Город нуждается в месяц до 20 тысяч доз. Вместимость склада позволяет хранить до 30 тысяч доз с расчетом на то, что рождаемость повышается. Открытие хранилища – это социально значимое событие для Одессы, направленное на улучшение здравоохранения. Препараты в хранилище будут поступать со склада областного здравоохранения. Здесь будут храниться бак-препараты для вакцинации населения города. Все бак-препараты, которые поступают на Украину, они все проходят проверку. Поэтому вся у нас вакцина достойная для вакцинации населения города. Городской склад для хранения иммунобиологических препаратов по задумке сумеет обеспечить весь город необходимыми вакцинами, если будет своевременно распределять их по медицинским учреждениям Одессы. Екатерина Лапецкая, Дор Шендерович, Новая Одесса. Массовыми отравлениями встретила Одесса Международный день защиты бездомных животных. Так называемые «дог-хантеры» уничтожают собак и кошек в разных районах города. В то же время их работе препятствуют зоозащитники и волонтеры – неравнодушные одесситы. О сложившейся ситуации в нашем следующем репортаже. Мы в ответе за тех, кого приручили. Простая истина, известная каждому. Но вот придерживаются ее все меньше людей. Одесские дворы наполняются новыми бездомными животными. Люди иногда несознательно берут своему ребенку как игрушку. Не смотрят, но это же тоже живое существо. И вот ребенок поигрался, ему надоело, и вот они его выкидывают. Татьяна по специальности ветеринар, по призванию – волонтер. Бездомных кошек и собак уже 12 лет. Она спасает, лечит и отдает действительно надежные руки и следит за их дальнейшей судьбой. Женщина сетует. В последнее время приходится сталкиваться с учащением случаев массовых отравлений. Отравили в шампанском, на стадионе отравили очень большое количество животных. И поэтому мы с волонтерами дежурили возле дворца спорта, чтобы как бы спасти. И мы буквально отлучились там на час. И таким мы не успели немножко, потому что маму отравили, троих щенков отравили. Опять мы в клинике откачивали. Если в этом случае удалось спасти часть животных, то в большинстве других одесситы лишь свидетельствуют о гибели целых локаций бездомных животных. По словам волонтеров, городские власти не уделяют этой проблеме должного внимания. Если в нашем горе, где такое огромное количество бездомных животных, это же не виноватые животные в этом. Это виноваты, естественно, наши власти. А пока городские власти до этого вопроса не дошли, в войну с волонтерами и бездомными животными вступили так называемые док-хантеры. Они уничтожают чаще всего собак и выкладывают на своих форумах отчеты и комментарии своих живодерских действий. Это все делается с особой жестокостью, фотографируется, еще выставляется, обсуждается. Я не хожу на их сайты, потому что меня психика не выдерживает. Свои действия эти люди объясняют также бездействием властей и учащением нападения бездомных животных на взрослых и детей. Чаще всего травят животных в местах их скопления. А это как раз там, где есть немало неравнодушных людей. Зачистка велась из-за того, что в этой промзоне находится поликлиника. Возле нее бездомные собаки и живут. А в воскресенье там пусто, поликлиника закрыта. Даже сторожа нет по ходу, то есть чисто. Итого 14 бездомных собак. То есть я видел, как они упали. Догхантеры травят собак, подмешивая в мясо и субпродукты медицинские препараты, доступные в аптеке каждому. Как следствие, животное мучительно и долго погибает в страшных муках и боли. Тем временем неравнодушные горожане просят небезразличных одесситов забрать у них уже спасенных собак и кошек, которые, в отличие от человека, никогда не предадут и станут настоящими друзьями и объектом любви в каждой семье. В Одессе в рамках круглого стола, посвященного правовым и социальным аспектам формирования и осуществления миграционной политики Украины, выяснили, что украинское законодательство в сфере миграционной политики необходимо реформировать. Соответствующим прошением организаторы круглого стола планируют обратиться к самому президенту Украины. Подробнее в сюжете Екатерины Лапицкой. Многим мигрантам в Украине, в частности в Одессе, приходится непросто из-за того, что они не могут ознакомиться со своими правами, а потому часто вынуждены обращаться к посредникам. Есть много проблем. Мы хотим вместо государственных органов и общественной организацией решать этот вопрос. Спасибо. Основная цель круглого стола не просто обсудить миграционную политику Украины, а найти способы решения вопросов, связанных с нарушением прав мигрантов. Рассуждать, какие проблемы создались на территории Украины на сегодняшний день с иммиграцией, с беженцами, с нелегальной иммиграцией, с торговлей людьми, потому что этот вопрос актуальный, как не только в Украине, во всем сейчас Европе, в мире. Организаторы обещают, что данная ситуация будет отслеживаться, и этот круглый стол не станет последним. Было подписано обращение большинством общественных организаций, которые пойдут в адрес президента Украины, премьер-министра Украины, главы Верховного Совета Украины, чтобы действительно мы могли каким-то образом, знаете, в правовом поле решить проблемы мигрантов. Проблема мигрантов по задумке должна акцентировать внимание на то, что защита неотъемлемых прав человека государством – это вопрос исключительной важности. Услышат ли этот посыл руководители страны – вопрос открытый. Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Лето подходит к своему завершению, а вместе с ним и вступительная кампания 2013 года. В общей сложности количество новоиспеченных студентов в одесских вузах исчисляется тысячами. Об итогах вступительной кампании 2013 сюжет Вадим Ашпаченко. На факультете романо-германской филологии Одесского национального университета имени Мечникова сегодня праздник – торжественное зачисление абитуриентов на первый курс. Алексеевец Марьянна Сергеевна, Антоненкова Христина Альбертовна, Эпишева Амина Лебаневна. Этот факультет – один из самых популярных не только в университете, но и вообще на юге страны. На одно место на курсе переводчиков в этом году претендовало подумать только 16 человек. «Проблем у нас с абитуриентами не было, нет, и я надеюсь, никогда не будет. У нас работает очень грамотный, высокоподготовленный и в научном плане очень интересный состав профессорско-преподавательский». А это физический факультет того же университета. На шести кафедрах тут также работает очень грамотный и высокоподготовленный профессорско-преподавательский состав. «На каждой из этих кафедр приблизительно два профессора, где три профессора». Тем не менее, в отличие от факультета романо-германской филологии, недобор на этом факультете – обычное дело. 30% бюджетных мест этим летом так и не нашли своих хозяев. «Физика, математические науки не всем даны, понятно. И действительно, надо трудиться, надо заниматься не только в университете, но уже начинать это в школе. Немножко неинформированы абитуриенты и их родители. То есть, кажется, что если студент идет на физический факультет, он будет заниматься только физикой. На самом деле, это не совсем так». «Оно имени Мечникова является классическим университетом с абсолютно разными специальностями. От этого такая разница в популярности направлений. В иных вузах такая ситуация не наблюдается. Самый высокий конкурс в этом году был в Нархозе, а самое большое количество абитуриентов метили в Политех. Это 16 тысяч человек. О секретах успеха можно лишь догадываться». Особой популярностью среди студентов Политехнического университета пользуется местное столовое. Иногда сюда захаживают даже студенты из близлежащих университетов. Сейчас, пока не сезон, она закрыта, но поговаривают, что наесться тут можно не больше, чем за 15 гривен. Среди других одесских вузов, в которых в этом году конкурс на место был не меньше трех человек, стоит отметить морской, медицинские и педагогические университеты. Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Чем питаются национальные меньшинства одесского региона? Таким вопросом задались авторы книги «Вилково. Национальная кухня липован». Презентация кулинарного учебника прошла сегодня в Одессе. Об особенностях кухни жителей Придунавия расскажет Дмитрий Долматов. С первых страниц книги читатель знакомится с разнообразием продуктов и рецептов дунайских липован, гостеприимного народа, проживающего на территории города Вилково. Привычные голубцы уха и шашлык, приготовленные по правилам украинской Венеции, отличаются уникальными вкусовыми качествами. Интересный такой факт у липован есть. Они когда готовят кушать, они кушать готовят с пивоутками. Вот уху в конце они наряжают. Наряжают это по технологии приготовления ухи. Липоване вначале рыба сварилась, они сьюшки достают рыбу, и лишь только потом они ее наряжают. По блюдам этнической группы можно читать истории целых поколений, уверены авторы книги. Однако главная цель – это популяризация города Вилково как национально-исторического центра при Дунавье. Кухня – просто часть культуры, причем та часть культуры, без которой к культуре толком ничего не поймешь. На кухню завязано все. И история местности, куда пришли или не пришли те или иные кулинарные приемы, те или иные продукты. И география местности, которая объясняет, что будет доступно здешнему кулинару, и более того, что будет доступно в изобилии. И надо научиться по-человечески перерабатывать. Авторы книги планируют продолжить изучать гастрономические традиции национальных меньшинств. Следующий кулинарный сборник будет посвящен болгарской кухне. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса. У берегов Одессы – Алая паруса. Стартовал 4-й международный гриновский фестиваль. С участниками и программой познакомилась Дарья Сидоровская. Восьмилетний танцор и Елизавета Артемий не только принимают участие в танцевальной феере «Бегущая по волнам», но и своим номером открывают международный гриновский фестиваль в Одессе «Алые паруса». Кукла. Там будет один мальчик, который будет ее высовывать, как кукла, а потом я с ней буду танцевать. В этом году отмечается 90-летие со дня написания Александром Грином, знаменитого на весь мир романа «Алые паруса». В рамках празднования юбилея планируется проведение расширенной программы фестиваля. Состоится поэтический конкурс. Поэтесса Даниэль, как и другие участницы гриновского фестиваля, мечтает стать той самой осоль, за которой приплывет принц под алыми парусами. Очень интересно принимать участие, развиваешься творчески. Есть смысл, стимул для написания новых произведений. Единственные требования организаторов к участникам – талант и романтика. Участников больше, чем ожидали. 1200 участников составляет молодежная программа. Остальной взрослый состав еще подтягивается, поэтому количество мы будем знать уже в конце фестиваля, а не в начале. Наш фестиваль отличается от всех остальных фестивалей программой нон-стоп. Мы работаем без предварительной записи, без предварительных договоренностей. Все свободно могут войти, но, безусловно, их просмотрит жюри. Это жюри – это люди высокого профессионализма. В завершении фестиваля вечером 23 числа все смогут наблюдать яхту под алыми парусами, которые стартуют от молодой гвардии. Дарья Сидоровская, Тарас Осипов, Новая Одесса. В Одесский детский реабилитационный центр приехали артисты из России. Кукольный театр «Карабаска» привез маленьким пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями, спектакль «Сказку о капризной царевне». Гости подарили праздник не только малышам, но и их родителям, а заодно открыли и очередной театральный сезон. Театр «Карабаска» приехал из Перми. На родине, в России, они существуют уже 10 лет. Сегодня этот кукольный театр выступает в Одессе впервые в рамках благотворительного проекта. Правда, играть перед такой необычной аудиторией приходилось уже не раз. Мы работаем и в ожоговых центрах в Москве имени Спиранского, работали в Красноярском сердечном комплексе и по другим местам тоже. В детдомах работаем, в приютах. Пациенты детского реабилитационного центра – дети особые. Они страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Все, кто сегодня пришел на выступление со своими родителями, проходят здесь лечение, в том числе и 8-летняя Вероника. Очень ребенку нравится. Вообще, даже для деток таких очень интересно посещать такие вот спектакли. Они становятся очень живыми, забывают о своих проблемах, о том, что где-то у кого-то что-то болит или какие-то не такие. Желающих выступать на этой небольшой сцене более чем достаточно, рассказывает режиссер центра Фауст Миндлин. Но 17-й театральный сезон здесь открывают пермские артисты. В ближайшем будущем в центр приедут коллективы из Украины, России, Грузии и других стран. Ведь перед такими зрителями выступать не только интересно, но и приятно. Здесь это всегда полноценная оценка. Восторженная, счастливая, благодарная. Тонкими нюансами. Дети так тонко чувствуют какие-то вещи, иногда дают такие точные оценки твоей работы, которые, пожалуй, ты и не предполагал. Сегодня в центре находятся десятки детей, страдающих тяжелым недугом. И каждый спектакль – своеобразная арт-терапия, как для пациентов, так и для их родителей. Надо Ваньку звать. Холопа царского. Он о чем придумал. И вот зачем? Валерия Наумова, Алексей Кулигин. Новая Одесса. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 706-38-96. Наш выпуск завершен. Далее проект международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды. С вами был Антон Равицкий. До свидания и хороших вам новостей. В результате подрыва заминированного автомобиля в столице Ливана, Бейруте, погибла вода. 18 человек. Около 300 получили ранения. Теракт был совершен в час пик, что стало причиной столь большого числа жертв и пострадавших. Многие оказались в ловушке внутри поврежденных зданий в эпицентре взрыва. Полиция и спасательные бригады разбирают завалы. Ответственность за теракт взяла на себя сунницкая исламистская группа бригады Айша. Землетрясения силой 6,5 балла по шкале Рихтера причинили разрушение в центральной части Новой Зеландии. Движение на ряде трасс было прервано. Приостановлено железнодорожное сообщение. Наблюдали сбои в подаче электроэнергии. Сообщения о жертвах пока не поступали. Землетрясение – достаточно обычное явление в Новой Зеландии, два острова которой расположены вдоль австралийско-тихоокеанского тектонического пласта. Не ослабевает напряжение в Египте, где друг другу противостоят противники и сторонники отстраненного от власти президента Мурси. По сообщениям СМИ число жертв кровавых столкновений растет ежедневно. Это побудило выступить со специальным заявлением президента США Барака Обаму, который решительно осудил жестокие действия, предпринимаемые временным правительством и силами безопасности Египта для разгона демонстрантов. В Ватикане Папа Римский Франциск попросил верующих присоединиться к нему в молитве за прекращение насилия, которая наблюдается в эти дни в Египте. Обращения Папы пришли на следующий день после столкновения между силами безопасности и сторонниками мусульманского братства, в которых погибло более 500 человек и тысячи получили ранения. Специалисты НАСА прекратили попытки восстановить в полной мере работу космического телескопа Кеплер, в котором неадекватно работает механизм, отвечающий за точную ориентацию прибора в пространстве. Ученые, тем не менее, рассматривают возможные варианты использования аппарата для дальнейшего изучения галактик. Телескоп стоимостью 600 миллионов долларов находится в космосе с марта 2009 года. Срок его службы был продлен на 4 года в ноябре 2012. Правительство Эстонии, видимо, решило сделать свою страну самой экстравагантной в мире. Начали они с запрета на использование слишком распространенных фамилий. По закону смена фамилий, помимо той, которая предполагается после заключения брака, предусмотрена всего один раз. А теперь граждан в выборе ограничили. Власти составили список из 222 запретных фамилий. Причем под общую гребенку попали не только эстонские, но и русские фамилии, в том числе Сидоров, Петров, Иванов и Кузнецов. В Боливии обнаружен человек, который может оказаться самым старым долгожителем. В случае, если в записи регистрационной службы нет ошибок, то его возраст составляет 123 года. По сообщениям местных СМИ, Кармелла Флорес Лаура живет в деревушке неподалеку от озера Титикака и, несмотря на преклонный возраст, ходит без палочки и не пользуется очками. Лаура не умеет читать и писать, но был женат, имеет троих детей, 16 внуков и 39 правнуков. В то время, когда Лаура родился, в Боливии не было свидетельства о рождении, только свидетельства о крещении, что вполне признается достоверным документом в этой стране. Американские ученые объявили об открытии нового вида семейства енотовых. Ранее неизвестное млекопитающее было обнаружено в высокогорных лесах Аквадора. Классифицировать животное как отдельный вид, получивший название олингита, удалось специалистам из Митсеновского института. Специалисты отметили, что животные питаются преимущественно фруктами, обитают на деревьях на большой высоте и активны ночью. Последний раз открыть новый вид животных ученым удалось более 35 лет назад. Певица номер один в мире, актрисе, продюсеру и режиссеру. Мадонне 16 августа исполнилось 55 лет. Хоппи Кона поспешила заявить поклонникам, что никаких пышных торжеств по случаю юбилея не будет. День рождения она отметит в узком семейном кругу. Мадонна два раза была замужем. У нее четверо детей, двое родных – дочь Лурдес и сын Рокка. И двое приемных – шестилетний Давид и пятилетняя Мерси. Эксперты книги рекордов Гиннесса признали ее самой успешной исполнительницей всех времен. Семь раз она получала музыкальную награду Грэмми, а ее альбомы разошлись рекордным тиражом в 300 миллионов копий. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в субботу, 17 августа, в Одессе в течение дня будет ясно. Ветер северный – 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 41%. Температура воздуха ночью – 22-25, днем – 22-27 градусов со знаком «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія «Теком». Впевненість у квадраті. Атмосферный Island Атмосфера Великоли